Всем большой привет! Я уже вышла с процедуры, со своей... Була, ты маму ждал? Долго мамы не было... Там мы сейчас едем в русский магазин... А, ты бы достал и включил камеру, да? Давид так сильно и болеет, сейчас вообще чихает, всю ночь кашлял, но температуры, кстати, уже не было. Да, кашляет ужасно, надо всё-таки завтрак врачу, может, сегодня надо на завтрак талон отложить. Так, расскажу, как у меня всё это прошло. Моя гастроскопия, она прошла вообще супер, всё пупер классно. Я прям довольна. Меня, в общем, положили, сразу вставили катетер. Это единственное, что я помню. Там под спилами на пальце, я не знаю, что там, и пульс, что они считают, и как давление мерять. Врач немного со мной поговорил, там, так, еле я его поняла. Ну, короче, в общем, ответила, можно сказать, на все его вопросы. Наверное, чуть глупо отвечала, но ответила. И сразу же мне ввели лекарства в вену. Половину лекарства ввели, там был такой огромный шиприц белый. И всё сразу, у меня моментально в голове всё закружилось. Просто я моргала, мне кажется, еле моргала. Я, например, подошла буквально через минуты и оставшееся лекарство мне ввела. И всё, я даже не помню, как я заснула. В общем, всё-таки это был типа наркоз. Просто, я так понимаю, что он был, как бы его было мало, наверное. Ну, процедура, наверное, шла вся минут сорок. Я вот тебе немножко накусала губу, потому что мне, перед тем, как вообще меня уцеплять, вставили в рот вот эту штучку, чтобы зубы, как бы, чтобы рот был открытый. И завязали. И, наверное, в общем, не знаю как, но накусала себе верхнюю губу и нижнюю прямо сейчас сильно слышу. И всё, больше я ничего не слышала, не чувствовала. В общем, просто я, получается, спала и очнулась. Я уже у меня на этой каталке... Не, я очнулась ещё во время процедуры, мне кажется. Может, мне так кажется, я не знаю. Это... Ну, я так поморгала, поморгала, вообще ничего не чувствовала абсолютно. Я опять уснула и уже проснулась в другой комнатке. Не знаю, это... Так надо шелфитку провязать с собой. Уже проснулась я в другой комнате, типа как там отходить надо. Не знаю, как эта комната называется. Ко мне подошла медсестра, сняла катетер, спросила, что я хочу. Чай, даже кофе, воды. Я попросила воды. Ещё у меня кружилась голова, всё было здесь анемевшее. И... Я попила воды, сразу села, потому что я не стала... Я не стала ложиться, потому что мне казалось, я сейчас ляжу и опять уснула. То есть у меня такое было, как будто, сонное состояние сильно. Вот. Потом пришла ещё медсестра минут через семь, наверное, десять. Опять спросила, может быть, я хочу ещё воды. Уже другая мистера была. Или, опять же, чай, кофе. Ничего я не захотела, потому что всё равно мне тошнило. Вот начало отходить и онемение. И мне вот казалось, что... Ну, вот как нашкрябали в горле что-то. Вот у меня было такое чувство, что меня подташнивает. И всё, в общем, я там, наверное, провела минут пятнадцать-двадцать. Ко мне пришёл врач. Тём, пикай машину. Ко мне пришёл врач. Уже я звонила переводчику, потому что там, как бы, он мне рассказывал всё. Я уже ничего не понимала. Но, в общем, заключение такое, что у меня не гастродиоденик, как я говорила, как у меня был когда-то. А гастрит и эрозии, как вот у меня было полтора года назад, то есть эрозии в желудке. И он сказал, в общем, моему домашнему врачу вышли анализы, и уже врач мне будет назначать лечение. Но лечить надо. Ладно, мы пришли в магазин Mix Market. Это русский магазин. Ну, как русский, это я так называю. Здесь товары все из Украины. И с Эстонии есть, да, наверное. С Белоруссии. Ой, ты боже мой. И слёзоньки. В общем, здесь так всё разложено, как у нас. Так что будем скоплять. Пойдём поищем. Здесь вон кабачки наши, но они дороже, чем цукини стоят. Цветная капуста. О, давай укроп опять возьмём с петрушкой. Вот так укроп с петрушкой только здесь продаётся. Прям много. А сколько стоит? 99, да? Возьми я её заморожу опять. Написано тушёнка. Моя семья. Ну, откуда оно? Так, непонятно. Непонятно. Откуда, но написано тушёнка. Мы уже дома. Сейчас покажу, что купили. Киш-мыш виноград купили. Блин, я икаю. Давай тыкву взяли. Небольшую. Ещё не знаю, что буду с ней делать. Давай доставай. Что ещё купили? А, зелень я взяла, укроп и петрушку. Но я её, наверное, заморожил. Скоро я её в морозилку. Доставай, доставай, дай. Финики я себе взяла. Были по акции. Мягкие такие, хорошие. Давай, это творог. Сделаем, может, сырники. Уже брала не раз такой творог. Обычный хороший творог. Дальше, давай, это пелюстку взяли. Сейчас папа, сказал, будет кушать. Сто лет уже не ели. Пелюстку. А тут написано, капуста по-грузински. Вот откуда она, не могу понять. Ладно. Крабовые палочки. Вичи. Это я себе взяла сухарики к чаю. О, блин, они без изюма. Ну, ладно. Давай дальше, доставай, зайника. Что там есть ещё? Лаваш маме доставай. А, картошку ещё взяли. А сколько тут картошки? 2 килограмм? Сколько? 5 килограмм. А, 5 килограмм. И что, она дешевле? 1 килограмм по 80 центов. А, она дешевле чем, да. Давай, доставай. Это лаваш. Тоже здесь обычно просто как тортилья продаётся. Такого лаваша нету. Давай пельмени достань, покажи. Мама уберёт морозилку. Ой. Пельмени вот такие всегда берём. Здесь очень вкусные. Они вот просто как домашние. Они не развариваются, варятся долго. И мясо твёрдо. В общем, Давид очень любит. Я ему по чуть-чуть варю. Нам хватает на месяц. Всё, закрывай. Давай дальше показывать, что мы купили. Ну, это всё вышло на 74 евро, кажется, да? В общем, не дёшево. Ой, Тём, высморкай его, пожалуйста. Потом. Мы ни руки не мыли, ничего. Я всегда беру вермишель, потому что просто в немецких магазинах я вермишель найти не могу. Так, муж взял огурцы, помидоры. Может, оливье сделаем? Можем даже оливье сделать вот этой колбасы. Ну, или дорого будет. Вот эта колбаса, это типа как ветчинная, да? Ну, да. Ну, она же тоже на 8 евро закачала, на 8 с чем-то. Ну, тут полкило. Почти 9. Ого. Ну, наверное, так же точно и в Украине стоит. Так. Не, ну. Хлеб вородинский я себе взяла. Ну, да, я думаю, такая же цена. Потом Давиду такие конфетки в батончике взяла. Себе кефир и ряженку. Кефир, кстати, очень хороший. Я с него делала оладушки, прям супер получились. Вот как наш обычный кефир. Так, муж себе взял сало. А, ну ты сало... А это сало соленое или какое? А, значит, надо борщ варить вот там. Сало потом-то я заморозить взяла ребрышки. Может быть, когда-то редкую картошку сварю. Это свиные ребрышки. Кстати, недорого. Вот на 3 евро вышло. 700 грамм. И еще взяли рульку. Свиную тоже недорогая. Как-то у меня мама делала. Мама говорит, вкусно. Она ее варила, потом запекала. Мама варила, а потом запекала, а не жарила. Тоже недорого. Вот здесь 1,4 кг за 4 евро. И еще взяли 2 скумбрии. Тоже, я думаю, на сколько я здесь вышла? На килограмм засолить, я думаю. Может быть, одну с печи, которую засолили. В общем, не знаю. Так что, такие покупки у нас. Потому что здесь... Ой, здесь еще что-то. А, это муж любит такую помазку на хлеб. Потому что здесь вот такой, как рульку. Ребрышки не купишь. Но если есть, дороже. Но рулик я тут вообще не видела. И вот скумбрии просто сырой. В магазинах здесь нету. Здесь вообще скумбрии я не видела. Ладно, буду все убирать. А то икаю. Вот мое заключение. Мне, кстати, в ТикТоке спрашивали, в какой больнице я проходила. Поэтому, наверное, сразу буду оставлять. Вот это больница. Полностью название. Можете на стол поставить, переписать. Еще забыла сказать. В общем, заключение. Здесь описано, что у меня гастрит и эрозии есть. И плюс мне еще взяли биопсию. Взяли 6 отщипов. Это я еще поняла, когда мне там врач объяснял. И теперь я жду результаты этой биопсии. Я так поняла, ждать, наверное, недели две придется. Да, вот здесь даже написано, что гастрит и эрозия в желудке. И, в общем, когда придут результаты именно этой биопсии, только тогда мне назначат лечение. Но я сейчас хочу пропиться. Мама мне говорит, что нужно утром пить масло облепиховое. В общем, закажу в интернете, потому что здесь я не нашла в аптеках то, что мне нужно. Вот у меня даже есть распечатки, фотографии мне дали. Ну вот, я так понимаю, здесь вот эти вот ранки, это и есть эрозии. У меня вот полтора года назад, когда я лечилась, было то же самое. И вот опять они у меня, эти эрозии. Я, конечно, мало понимаю тут по этим снимкам, но вот что мне дали. Так что, я надеюсь, биопсия придет нормально. Ничего там такого страшного нет. И как бы сам врач сказал, как бы лечить надо. Все, но не переживайте. Суперопасного ничего нету. Но я как бы рада, что наконец-то и прошла. И еще биопсию взяли, чтобы уже я точно была спокойна. И вот, кстати, после этой процедуры у меня тоже сейчас так болит желудок. Наверное, из-за того, что меня отщипаете, брали. В общем, много неприятно. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»